Подобные аварии в Украине не редкость. Вот только тюремный срок для их виновников, событие почти фантастическое. Все уже давно привыкли, что мажоры, силовики, судьи и чиновники остаются безнаказанными. Уголовные производства вроде бы и открывают, но потом расследования странным образом прекращаются. Теряются дела и в судах. Несколько примеров таких резонансных аварий напомнит Екатерина Срывкова. В январе 2016-го внедорожник, за рулем которого находился 21-летний сын бизнесмена Толстошеева, Станислав, вылетел на тротуар возле метро Левобережная в Киеве. Погибла женщина. Уголовное производство открыли, а через полгода закрыли. Вывод экспертов, в момент аварии у водителя был приступ эпилепсии и временная потеря сознания. Прокуратура начала производство во второй раз. Снова провели исследования и признали Толстошеева неподсудным. Еще одна резонансная история – дело Сергея Ларкина, волонтера, рэпера, известного под псевдонимом Ларсон. Несколько лет назад в музыканта, который ехал на мотоцикле, врезался Кадиллак. Машину задержали. Через пару дней Ларкин умер в больнице. Друзья и родные утверждали, что за рулем иномарки была Ирина Скляренко, директор престижной косметологической клиники. Женщина исчезла. Ее объявили в розыск. На этом все и заглохло. Два года назад в Кропивницком бывший сотрудник УБОПа Вадим Данилов вылетел на красный свет и врезался в машину новобрачных. Две женщины, одна из которых невеста, погибли на месте. Водитель с места аварии сбежал. Через год его задержали в Черниговской области. Суды длились еще год. В результате Данилова отпустили. Под залог 128 тысяч гривен. Дальше дело не двинулось. В Черкассах несколько месяцев назад тоже произошла громкая авария. Валентина Артюх, когда-то занимавшая пост городского головы Умани, провектор Черкасского университета, протаранила четыре машины и насмерть сбила женщину. Еще двое людей пострадали. В больнице, где заведующей одним из отделений работает ее дочь, Артюх поставили диагноз – сотрясение мозга и подозрение на инсульт. Общаться с ней следователям не разрешают. А семья погибшей и пострадавшая спустя некоторое время неожиданно прекратили искать свидетелей аварии и общаться с журналистами. Екатерина Срывкова, подробности, телеканал Интер.